Он должен был иметь свой герб. После того, как он получил титул Дона, который у него был пожизненно передающийся по наследству, соответственно, ему нужен был свой герб. Герб расшифровывается следующим образом. Первооткрыватель новых земель, мореплаватель, а это его покровители, королева Изабелла Кастийская и Фердинанд Арагон Леон. Два семейства, которые в свое время объединили Испанию и были его покровителями. Так, давайте теперь к этому памятнику перейдем. Колумба, которую он носил и которую он впоследствии потерял. По-испански он звучит как Кристобаль Колон, Гранд Адмирал Океанов, Вице-король и Губернатор, Островов Континентов Азии и обоих Индий. Вест-Индия, Ост-Индия. Капитан-генерал Мари, член Королевского двора. Вот этот полный титул, который он носил, который впоследствии был ему втрачен. А это Хуакин Балагер, при котором было завершено строительство этого сооружения. Марио Банетти, директор музея, который установил бюст к президенту, при котором было завершено строительство. Ну такой, прогибчив от правителя. Вот вместо того, чтобы флаги на флажки-штоки вернуть, цветочки посадить. Вот эти, чтобы фонтаны сработали, которые я лично с 11-го года наблюдаю, ни разу не видел, чтобы они работали. А теперь пойдемте в тень, спрячемся. Дальше я расскажу. В 30-е годы прошлого века на конференции стран Северной и Южной Америки было принято решение как-то увековечить память Колумба, тем более пробежалось 500-летие открытия Америки. Английский архитектор выигрывает тендер, а Рафаэль Трухилю, президент и диктатор Доминиканской республики в то время, предлагает любимую Колумбом Испаньеву, раз, и это место частности. Когда-то здесь, в Новой Изабелле, на этом месте стоял маяк. Ну, при одном из землетрясений он был разрушен, его уже восстанавливать не стали, город перешел на западный берег реки Осама, а здесь были фавелы, ну, беднейший район Сан-Фотамин. Я так скажу, сейчас тут очень такой богатый. Сейчас вы видите, много полицейских стоит. Вечером туристам, я всегда говорю, вечером вам тут делать нечего. Днем, пока есть полиция, туристическая полиция, это, пожалуйста, приезжайте, смотрите. Итак, фавелы снесли, и здесь началось строительство. Если пойдет магнитик, смотри, там над окнами написано название стран. Это страны-участники этого строительства. С этой, с левой стороны, страны Северной и Южной Америки, с правой стороны Евразии. Если вообще посмотреть на этот маяк сверху, то это лежачий католический крест. Да, в самой большой в мире, 320 метров длиною. Если посмотреть в профиль, вот видите, вот эти уступы, что вам напоминает? Пирамиды Майя. В СВИ все сооружение говорит о дружбе народов, о объединении рас, национальности. Если вот так вот посмотреть в этот холл, то ощущение, что два корабля идут вместе. Северная и Южная Америка, Евразия. То есть все говорит о дружбе. Итак, все эти страны-участники скинули, чтобы начать строительство. Первоначального взноса хватило на постройку фундамента. А потом Друхилю нагадали. Завершили строительство. В 1951 году его все равно застрелили. И только при правлении Куакина Балагера, в 1986 году он изыскивает средства, а в 1992 году завершает строительство. 12 октября 1992 года сюда приезжает Иоанн Павел II, папа римский, и открывает этот монумент. Вот за этой трибуной он стоял, а сейчас вот туда вот слева посмотрите, когда подойдете. Видите, там папа-мобиль, его второго года выпуска, который сделан в Дениканской республике. Пойду даже повыступаю, где папа римский выступал. Вот так вот стою и кричу. Ура! Такая красота. Здесь выступал папа римский. То есть наверху там ничего такого навигационного нет. В этой части здания есть технические этажи подъема наверх. И вот на крыше располагается 158 прожекторов.